Всем привет, друзья! Сегодня речь у нас пойдет о старейших дистилляторах, созданных еще до нашей эры и дошедших до нас практически в неизменном виде, то есть о аламбиках, о материале, из которого эти аламбики изготовлены, это медь, о том, как медь влияет на получаемый нами напиток, чем она хороша и чего нужно остерегаться. Ну и рассмотрим один замечательный аламбик, созданный уже в наше время. Итак, друзья, истории известны случаи, когда вот эти дистилляторы использовались еще в третьем веке до нашей эры, в древнем Египте. Дистилляторы эти использовались не для дистилляции спирта, как их в основном используют сейчас, а использовались знахарями для перегонки всяких настоев, масел, отвара, имеется в виду для каких-то медицинских целей. Также перегоняли, очищали воду, создавали парфюмеры тех времен, какие-то благовония, эфирные масла, создавалась краска, то есть аламбик использовался очень часто. Материал медь. Из меди он был сделан не по той причине, что медь оказывала какое-то влияние на получаемый в аламбике продукт. Вовсе нет, просто медь была довольно хорошо распространена и медь очень легко обрабатывалась. Поэтому сделали из того, чего проще и дистиллятор этот изначально получился из меди. Спустя много веков аламбик перекочевал в Европу, где его начали активно использовать алхимики. Ну и лишь еще значительно позднее аламбики начали использовать для дистилляции спирта. Ну, все, наверное, вы видели аламбик. Вот сейчас выведу картиночку на экран. Значит, стандартно он состоит из следующих элементов. То есть куб. Куб увенчан луковицей, которая является так называемым воздушным дефлегматором. И к ней прикреплена пароотводящая, вот эта изогнутая трубка, ее еще называют лебединая шея. Пароотводящая трубка соединена с таким простым холодильником. В принципе, вот такой простейший медный дистиллятор. Существует огромное количество разновидностей аламбиков. Давайте кратко посмотрим. Вот этот аламбик, что сейчас на экране называется классическим. Все компоненты этого аламбика либо склепаны между собой, либо спаяны. Вот он имеет такую форму. Следующий аламбик называется португальский. Он очень сильно похож на классический. Единственное, чем он отличается, это вот этой верхней увеличенной испарительной камерой, что как бы улучшает воздушную дефлегмацию и немного укрепляет дистиллятор. Следующий аламбик арабский. Или еще его называют аль-китор. Отличается он тем, что всех компоненты собраны вот в такую своеобразную этажерку. Ну, что дает какую-то определенную компактность. Часто его используют, кроме получения дистиллятов, еще для получения эфирных масел. Вот такой еще существует аламбик. Это аламбик, оборудованный дополнительной колонной. Ну, это тот же самый классический аламбик. Единственное, вот эта колонна, она может заполняться каким-то ароматным сырьем, там, лепестками цветов, сушеными фруктами, ягодами. Пар, проходя через ягоды, эти цветы, насыщается эфирными маслами и уходит в отбор. Опять же, приобретая ароматику эфирных масел, которыми заполнена вот эта колонна. Также колонна эта служит для большего укрепления продукта. Следующий аламбик, шаранский. Он отличается от предыдущих тем, что здесь имеется вот такая дополнительная емкость посрединке. Емкость эта установлена между испарительным кубом и холодильником. Для чего она использовалась? Она заливалась, опять же, вином, брагой, и пар, проходя через нее, в ней внутри тоже находится змеевик, подогревал заранее вот эту емкость, то есть экономилось тепло. И далее, когда заканчивалась перегонка, из этого куба горячую, уже подогретую брагу можно было снова перелить в перегонный куб, тем самым экономя энергию, экономя время нагрева. Вот еще аламбик вот такой формы, его называют вискарным. Особо, опять же, от классического мало чем он отличается. Единственное, шлем имеет вот такую удлиненную форму, что якобы улучшало воздушную дефлегмацию, и на выходе мы получали более крепкий дистиллят. Ну, а в наше время аламбики пытаются уже срастить с какими-то колоннами, царами и так далее, чтобы получить более укрепленный и чистый спирт. Ну, по сути, это убивает всю логику аламбика, хотя вот таких вот подобных изделий великое множество. Ну, теперь постараюсь коротко о использовании аламбика в быту. Ну, по мне, вот снова выведем эту картиночку, чтобы было понятно, о чем идет речь. По мне, это один из самых неудобных дистилляторов, если брать его вот именно в таком виде, как их основную массу нам предлагают. Какие минусы? Ну, первый, немалая цена. А за эту цену мы получаем, в принципе, изделие какого-то такого очень и очень небольшого размера. Ну, и работать с ним, в принципе, одно мучение, когда вот эти кубы там по 5, 7, 3, 10 литров. То есть, ничтоженный объем куба, ну, и, соответственно, большое количество перегонок. Все это трудо и время затратно. Далее, проблема с нагревом вот этого медного куба. Изначально этот аламбик был создан для того, чтобы на каком-то костре, на открытом огне, опять же, в помещении, хорошо там проветриваем, продуваемом, вот, не в жилой квартире, чтобы его использовать. Мы же в своих реалиях, как можем нагревать этот куб? На индукции. Нагреть его не получается. Даже если, используя там специально, есть из нержавеющей стали такие диски на индукционные плиты. Греется это изделие очень и очень плохо. А применение на открытом огне, то есть, в квартире поставить на газовую плиту, вот этот не очень хорошо уплотненный куб, вот, сами понимаете, тоже это не лучшее сочетание высокоспиртуозных паров и открытого огня. Куда-то отвлеклись, воспламенение, ну и, соответственно, пожар со всеми вытекающими. Эту проблему, как бы, можно решить следующим способом. Взять вот этот куб и врезать тен, но это, опять же, уже усовершенствование, переделка и так далее. Далее, как вы видите, шлем сидит на кубе, просто на него одеваясь, без каких-либо прокладок, без каких-либо уплотнений, просто за счет трения. Но, сами понимаете, соединение это не очень плотное и, опять же, когда мы используем это не на улице, на костре, а используем в квартире, тут приходится уже что-то придумывать, пытаться зажать между кубом и шлемом какой-то силикон, либо что-то подматывать, либо там тестом как-то это все изолировать, потому что пары все равно в это соединение прорываются и имеется запах. В квартире, что не очень приятно и не очень удобно. Далее, холодильник. Ну, что-то более неудобное придумать, по-моему, сложно. Во-первых, он должен располагаться на одном уровне с аламбиком и на одном удалении от аламбика, что не всегда получается, потому как аламбик вы размещаете на какой-то там плитке, а под этот холодильник приходится что-то постоянно подлаживать, то есть ловить вот это расстояние. Нельзя его отдельно как-то поставить, трубка, как вы понимаете, вот эта не изгибается. Далее, холодильник вот такого открытого типа, а в нем просто медный змеевик. Получается, что подавая воду на этот холодильник, нам нужно очень четко регулировать напор этой воды, чтобы эта вода из него успевала уходить через верхнюю трубочку. Иначе, если давление вдруг повысится, а вы этого не видите в водопроводе, то вода успеет переполнить этот холодильник, ну, соответственно, вы затопите своих соседей. Ну, отдельный еще разговор будет о том, что когда флегма конденсируется на стенках медной трубы и стекает по ней в приемную емкость, ну, при дробной перегонке такое устройство медного холодильника, оно не то чтобы нежелательно, а, по-моему, вообще недопустимо. Но об этом я вам еще расскажу. То есть подводим итог. Вот этот замечательный с виду дистиллятор. Хорош только для использования где-то там во дворе, на какой-то дровяной печи или с какой-то там отдельно расположенной газовой орелкой. Ну, а если вы проживаете в квартире, то это устройство вы, скорее всего, будете использовать только для интерьера. Ну, смотрится оно, я хотел бы заметить, очень и очень неплохо. Но помимо всех этих минусов аламбика, у него есть и плюс. А плюс – это материал, из которого он сделан. И спиртовые пары, соприкасаясь с его медной поверхностью, частично конденсируясь на ней, они очищаются от многих нежелательных примесей, и вкус дистиллята очень сильно меняется в лучшую сторону. Но об этом мы поговорим чуть позже. Ну, а каким образом добиться контакта спиртовых паров с медью? В основной массе народ, дабы избежать всех этих неудобств с аламбиками, начал активно использовать в стандартных аппаратах колончатого типа. Ну, это в обычных трубках, царгах, таких, либо каких-либо иных. Различные типы медных насадок. Как малоэффективные, в виде каких-то спиралек, там есть седловидные насадки. К не очень эффективным насадкам доносятся вот такая регулярно-провоточная насадка Панченкова. Так и наиболее эффективных насадок, таких как вот спирально-призматическая насадка Селиваненко. И просто заполняя царгу какой-то из этих насадок, мы добиваемся и огромной площади контакта спиртовых паров с медью. И, используя различные насадки, различные эффективности, мы можем добиться абсолютно любого укрепления нашего будущего дистиллята. И, казалось бы, все просто. Заполнили царгу какой бы то ни было медной насадкой. Спиртовые пары, проходя через нее, имеют соприкосновение просто с огромной контактной поверхностью меди. Вот мы получили аламбик. Но в итоге все не так просто, все не так. В таких царгах практически отсутствует естественная дефлегмация. И весь пар, который испаряется, все спиртовые пары, они, проходя через медную насадку, далее идут в холодильник, конденсируются и попадают в отбор. То есть здесь нет естественной дефлегмации, здесь нет никакого укрепления. Ну, а, соответственно, головные и хвостовые фракции очень сильно размазываются по погону. Ну, вопрос, казалось бы, решаем. И большого ума здесь не нужно. То есть эту царгу тут же озаглавили обычным водным дефлегматором. И, казалось бы, дособрал вот такую конструкцию, мы получили совершенный аламбик. То есть любое количество меди, любое укрепление. То есть дефлегмация может быть совершенно любой. Как мы можем там возвращать небольшую часть флегмы, так и ее можем возвратить всю, используя огромные вот эти водные дефлегматоры. Далее разворот на 180 градусов. Удобный холодильник. Все. Аламбик, казалось бы, готов. Но, опять же, не все так просто, как казалось бы. А вся проблема таится здесь, именно вот в этом устройстве, в дефлегматоре. Дело в том, что, получая ароматный дистиллят, у нас вместе с этиловым спиртом в отбор идут и какие-то определенные примеси. Это там эфиры, альдегиды, спирты и так далее. И водный дефлегматор для львиной доли этих соединений является непреодолимым препятствием. Является ледником, барьером, который эти примеси преодолеть не могут при его даже очень неэффективной и слабой работе. То есть он полностью их осаживает и возвращает в куб. В итоге мы получаем дистиллят с очень сильно урезанной, очень бедной, совершенно не такой, как нам хотелось бы получить, ароматикой. Получать ароматный дистиллят можно, конечно же, работая на подобном устройстве, заполненной медной насадкой, без дефлегматора. Но это связано с определенным количеством неудобств. Царга должна быть достаточно длинны, в ней должно быть довольно много насадки. Работать на нем получается только на очень и очень малой мощности нагрева. То есть это очень сильно растягивается по времени. Ну и, соответственно, дистиллят приходится подчищать при первой перегонке, когда мы перегоняем рагу, отбирать какую-то часть. И большая часть полученного продукта снова обрежется на второй перегонке и отправится на ректификацию или на перегонку третью. То есть границы перехода между отбором различных фракций с такой компоновкой дистиллятора довольно сильно размыты. Хотя получить и на нем можно замечательнейший, вкуснейший, ароматнейший дистиллят. Ну а так как свято место пусто не бывает и производители с маркетологами не дремлют, то всего несколько лет назад в продаже появились вот такие красивейшие, замечательные изделия. Название оно имеет вискарный шлем и по сути является таким огромным, тяжеленным, воздушным дефлегматором, тем же самым аламбиком. У меня, как и большинство моих дистилляторов, это изделия от компании Домперегон. И здесь-то на первый взгляд все вообще должно было быть замечательно. То есть копия аламбика, но сделана очень и очень технологично. Кламп соединения, медь сварена с нержавеющей сталью. При помощи силиконовых прокладок все устанавливается на куб четко, ровно, герметично. Герметично фиксируется хомутами и при помощи современных деталюшек от наших дистилляторов этот шлем за считанные секунды красиво, герметично, четко укомплектовывается абсолютно любыми холодильниками, переходами, углами и так далее. Внешне все выглядело супер. Ну а так как вся работа с подобным оборудованием производится в условиях дома или квартиры, одним словом, при комнатной температуре, то и вовсе при комнатной температуре, как дефлегматор, это устройство работает очень и очень неэффективно. И снова все вернулось на круги своя. Схема дополнилась дефлегматором, который просто сбрасывал флегму сквозь этот шлем. Ну и в итоге у основания многих колонн появилась вот такая красивая, дорогая, замечательная, но не работающая игрушка. То есть все, кто приобрел шлем, начали размещать его в основании своих колонн, но он в основании этих колонн не был чем-то функциональным, а был просто красивым предметом интерьера. Практически сразу производители исправились и доработали этот замечательный шлем вот таким не менее замечательным изделием, которое назвали конус. Это был переход с нижнего диаметра шлема с 4 дюймов на 1,5 либо 2 дюймов, в зависимости от того, у кого какие дистилляторы. Это добавило площадь поверхности меди, с которой соприкасались спиртовые пары. И уже вот в таком виде это устройство, ежели в помещении была прохладная температура, или вот это устройство стояло где-то там на улице, на балконе, и в какой-то мере обдувалось прохладным воздухом, то вот это изделие уже начало работать. Работать, правда, оно начало на небольшой мощности, неэффективно, но уже какой-то дистиллят получить на нем достойный казалось возможным. Ну а так как заниматься дистилляцией в холодном помещении, опять же, возможность есть далеко не у всех, то производители снова вернули на эту колонну корень зла. Дефлегматор. Правда, дефлегматор для этих колонн уже изготавливался из меди и имел такой же красивый, богатый внешний вид. Хотя о каком дефлегматоре здесь может идти речь, когда все вот это изделие является само по себе большим, воздушным, красивым дефлегматором. Ведь медь это один из самых лучших проводников тепла. И все это без каких-либо дополнений, по-хорошему, должно в каких-то количествах возвращать флегму в куб и работать. Но, как вам известно, большинство вискокурин, винокурин работают именно с огромными шлемами, саламбиками. Так почему же на производстве все замечательно, а в домашних условиях все получилось не очень? Да дело в том, что на производстве, вот как вы видите на этих картинках, используются вот эти шлема просто чудовищной, огромной величины. Зачастую от самого дистиллятора они ограничены, то есть от куба, они ограничены каким-то дополнительным ярусом. И место их расположения очень хорошо продувается, проветривается. То есть они расположены в холодном помещении. И вот этот чудовищный объем вот этих шлемов дает, помимо хорошего контакта испаряемого спирта с поверхностью меди, он также является замечательным воздушным дефлегматором. То есть все дело просто в размере. Ну а как решить проблему с размерами, когда мы ограничены объемом квартиры? Сделать шлем в разы больше. Он станет стоить как самолет, он и так не дешев. Сделать царгу выше. Мы упремся в потолок, ведь мы ограничены высотой потолка. А выход из этой ситуации был найден вот такой. Выход очень простой, очень эффективный. Ну и, как оказалось, он получился очень красивый. Вот такой воздушный дефлегматор. Здесь сделано три витка. Здесь три метра трубы полуторадюймовой. Труба толстенная, медная, марка Меди М1. Это пока прототип такого воздушного дефлегматора. В кадре он показан впервые. В продаже его пока нет. Изготовили его, по моему эскизу, в компании Дом Перегон. И вот он как бы изготовлен, но он еще сделан не до конца, как он должен быть. То есть, заканчиваться вот этот змеевик должен вот таким же соединением по центру. Что даст возможность набирать их несколько штук. Если будет в том такая необходимость. Одним словом, получился вот такой аламбик. Аламбик очень недешевый. Ну, красивый и стопроцентно функциональный. Такой компоновки я использую его уже около двух месяцев. Ну и в ближайшем видеоролике я все вам подробно покажу, как это работает. Ну а теперь давайте отвлекемся от этой всей красоты. И посвятим несколько минут материалу, из чего сделан этот аламбик, то есть меди. И так я повторюсь, что аламбик был создан из меди лишь по причине ее простой обработки. Она была пластичной. Она в достаточном количестве встречалась в природе и обладала достаточной коррозионной стойкостью. И то, что впоследствии этот материал окажет какое-то химическое воздействие на получаемый продукт в процессе дистилляции спирта, ну, никто даже и не задумывался. То есть это чистой воды случайность. Итак, друзья, что же дает нам медь? В процессе брожения, а также во время температурного воздействия на брагу, во время первой перегонки, в ней протекают различные химические реакции. И в спирт-серец попадают различные серосодержащие компоненты. Количество этих компонентов невелико, но все вы знаете, что это за компоненты. То есть, ну, серные соединения, они, по-моему, все обладают каким-то неприятным запахом. И в итоге эти компоненты оказывают очень существенное влияние на общую ароматику полученного нами продукта. Какие серные соединения наиболее распространены? На первом месте, наверное, сероводород. Обладает запахом тухлых яиц. Наверное, мало людей, кто ни разу не сталкивался с выбросами сероводорода на море даже. Запах имеет отвратительнейший. С-метилтиоцетат, запах резины. Далее, диметилсульфит, запах вареных овощей. Метиональ, пахнет вареным картофелем. Метантиол, обладает гнилостным запахом. Далее, диметилдисульфит, пахнет вареной капустой. Диметилтрисульфит, пахнет резиной. И дело в том, что все эти соединения довольно хорошо растворяются в этиловом спирте и легко переходят в готовый продукт, тем самым губя его ароматику. Также медь положительно влияет на связывание такого соединения, как аммиак. Вот в этом и заключается основное преимущество меди перед нержавеющей сталью. Оно именно в том, что медь обладает способностью связывать все эти соединения в процессе перегонки и значительно уменьшить попадание их в готовый продукт. Тем самым, делая готовый продукт более приятным к употреблению. И это происходит не только на стадии дробной перегонки, но и на стадии перегонки браги спирт-сырец. И если использовать какую-то подобную медную колонну для первой перегонки, когда мы перегоняем брагу, то она будет оказывать даже большее влияние на получаемый продукт, чем при второй перегонке дробной. То есть, если при перегонке браги на спирт-сырец мы уберем из нее какую-то часть вот этих сернихстых соединений с помощью медного дистиллятора, то они в последующем уже в спирте-сырце ниоткуда не появятся. Но еще что хотелось бы затронуть, это опасности, которые связаны с использованием изделий из меди и насадок из меди. Дело в том, что в процессе перегонки образуются оксиды из соли меди. Это очень токсичные вещества. Эти соединения накапливаются в печени человека и очень опасны для нашего здоровья. Как не допустить их в готовый продукт? Как сделать так, чтобы этих соединений мы не получили? Здесь, в принципе, все несложно, все просто. Дело в том, что вот эти оксиды и соли, они образуются на стенках нашего дистиллятора. И во время дистилляции они смываются флегмой и попадают в куб. И что нам нужно помнить, что часть, где пары спирта идут вверх, может быть медной. Но та часть, где пары спирта начинают идти вниз, далее конденсироваться и стекать, должна быть сделана только из нержавеющей стали. Поэтому использование холодильников из меди и прочих нисходящих элементов конструкции дистиллятора, я считаю, нужно исключить. Только там, где происходит подъем спиртовых паров вверх, дистиллятор должен быть медным. С момента разворота паров вниз только нержавейка. Ну и в заключении снова вернемся к аламбику. Как видите, конструкция лебединой шеи и общая конструкция холодильника этого дистиллятора устроены таким образом, что оксиды и соли и миди смываются в отбор. И в отборе мы получаем эти ядовитые соединения. Ну на этом все, друзья. Надеюсь, видео кому-то было полезно, кому-то интересно. Всем пока, будьте здоровы!